Когда вы любите кого-то, вы делаете всё, что ему нравится. И самая большая ваша радость заключается в том, чтобы угождать и прислуживать тому, кого любите. Это честь служить тем, кого любите. Представьте себе, что находитесь в присутствии известного человека. Я не нахожусь в Северной Калифорнии на данный момент. Всё же предположим, что вы встретили Коби Брайанта, известный баскетболист. Как некоторые люди вели бы себя в таком случае? Вам что-нибудь принести? Может, стакан воды? Завязать ли вам шнурки? И представьте, что вы завязали шнурки Коби. Вы бы вернулись домой и сказали бы всем, я завязал шнурки на обуви Коби. Теперь можете забыть о Коби. Вы должны понять смысл ситуации. Услуживать тому, кого любишь, это честь. В этом заключается честь, тошриф. И как только любовь уходит или слабеет, честь служения превращается просто в бремя. Из чести она переходит в тяжесть, бремя. Печально признать, но наше поклонение Богу похоже на это. Просто бремя. Мы не молимся для того, чтобы искать защиту от шторма в нашей жизни. Если мы молимся, то делаем это только ради галочки. Или, может, ради того, чтобы родители перестали ворчать. Мы забыли, что если мы не молимся, то мы никому не причиняем вреда. Ни Аллаху, ни нашим матерям, ни нашим отцам. Мы вредим только самим себе. Вы увидите в судный день, что каждый человек, будь то женщина или мужчина, будут стоять одни перед Аллахом. И никто не сможет что-либо сделать для тебя, только если Аллах не позволит. В этот день мать пожелала бы выкинуть своего ребенка, чтобы спасти себя. Пожалуйста, поймите, что мы отвернулись от реальности. Потому что мы настолько увлечены своими телефонами, друзьями, вечеринками, достижениями. Мы настолько увлечены всякими милыми парнями и девочками. Пожалуйста, поймите, что игнорирование реальности ничуть не делает ее нереальной. Все равно это случится. Быть неподготовленными к чему-либо не означает, что это не произойдет. Если вы, к примеру, выберете хождение по клубам ночами, то это не будет означать, что итогового экзамена не будет. Он будет, но ты не сдашь его. Если мы будем тратить нашу жизнь на развлечения, прикидываясь, что конечного экзамена не будет, то это никак не отменит его. Ничто не остановит смерть. Никто и ничто не в силах остановить судный день. Так же, как и последний экзамен. Возникает вопрос, готовы ли мы? Или мы настолько заняты развлечениями? Представьте на минуту, что по новостям передают, что надвигается огромный шторм. Представьте, что вам сказали, что пока вы ищете убежище, вы и ваша семья будут уничтожены. Что бы вы сделали? Если бы мы действительно поверили, что надвигается шторм, мы бы побежали в убежище так. Только человек, который не верит в это, будет продолжать развлекаться и игнорировать бесчисленные предупреждения. Только если вы подумали, что это ложь, или вы были слишком пьяны, чтобы здраво мыслить, только если вы действительно не поверили, или действительно не поняли, но как кто-либо мог знать, мог действительно знать, что шторм вот-вот настигнет, и абсолютно ничего не делать, чтобы защитить себя и тех, кого любишь. Сказал бы кто-нибудь, я сейчас на самом деле занят со своими друзьями, я очень занят своим телефоном или фейсбуком, вместо того, чтобы бежать в убежище. Я лучше посмотрю страничку этого парня, вместо того, чтобы защитить себя от шторма. Никто не сказал бы так. Но всё же каждый раз мы откладываем наши намазы, откладываем ношение хиджаба, не торопимся перестать встречаться с девушками, парнями, не торопимся оставить плохую компанию, не торопимся отказаться от алкоголя, или курения, или наркотиков, или порнографии. Это именно то, что мы говорим. Факт в том, что мы не можем оставить эти харамные вещи. Факт в том, что мы упорствуем в этом. Я никогда не откажусь от алкоголя, я никогда не откажусь от прелюбодеяния, я никогда не откажусь от курения, кальяна, или марихуаны, или порнографии. Я никогда не перестану встречаться с девушками, парнями, и все так называемые удовольствия, приходящие от этих отношений. Факт того, что наше поклонение стало лишь тяжестью, говорит о том, что проблема кроется внутри нас. У нас проблема со зрением. Мы не видим, как надвигается шторм. Мы не видим, как приближается судный день. Мы не очистили и не исправили кусок плоти, о котором говорил пророк миром и благословения Аллаха. И в результате все наше тело, все наши поступки, вся оставшаяся жизнь испортились. Мы не видим Аллаха нашим сердцем. То есть не чувствуем, что Он все видит. Мы не построили любовь к Нему. Мы не использовали свое сердце для ее единственной причины, по которой оно было создано, а именно для того, чтобы познать, служить и любить Аллаха. Запомните, что первые неспосланные аяты были про харам и халяль. Они не были о свиданиях, об алкоголе или наркотиках. Они были о том, что без каких-либо сомнений «Я и вы» предстанем перед нашим Создателем. «Я и вы» будем стоять перед Аллахом, и мы будем спрошены, что ты любил больше всего на этом свете, на что ты потратил свою жизнь, как ты провел свою жизнь, зачем ты гнался в мирской жизни, останутся ли они, вещи, за которыми ты угнался, останутся ли они, помогут ли они тебе или же навредят. Когда иллюзия этой жизни закончится, нам надо вернуться к Аллаху, пока не поздно. И что часто удерживает людей от возвращения к Аллаху, так это то, что их грехи кажутся огромными перед Аллахом. Но Аллах Свят Он и Велик отвечает на это так. Как мы стараемся избежать обеднения души? Никто не хочет падать, и мало кто из людей захочет утонуть. Но порой страдания этого океана жизни настолько тяжелы, что невозможно, чтобы этот мир не проник в нас. Иногда этот океан входит в нас. Мирская жизнь проникает в наши сердца. И точно так же, как вода топит лодку, и мирская жизнь, проникая в сердце, разрушает его. Если вы позволите мирской жизни овладеть вашим сердцем, то вы утонете в глубине этого моря. И, возможно, почувствуете себя на самой нижайшей точке, обманутые своими грехами и любовью к мирской жизни, вы можете чувствовать себя сломленными, окруженными мраком. Так как это и есть удивительная вещь относительно дна океана. Туда не проникает свет. Но это темное место еще не конец. Помните, что темнота ночи предвещает рассвет, и пока еще ваше сердце бьется, знайте, что оно еще не умерло. Вы не должны умирать здесь. Иногда дно океана – это всего лишь остановка в вашем путешествии. И именно тогда, когда вы находитесь на самом дне, перед вами встает выбор. Вы можете оставаться там на дне, пока не утонете. Или вы можете собрать жемчуга и подняться назад вверх, став сильнее от плавания и богаче от драгоценностей. Если вы обратитесь к нему, Всевышний может вас поднять. И заменить мрак этого океана светом своего солнца. Он может трансформировать то, что когда-то было вашей самой большой слабостью, в вашу самую большую силу, и сделать средством вашего роста очищение и спасение. Знаете, что иногда такая трансформация начинается с падения. Поэтому никогда не проклинайте падение. Земля – это то место, где живет человечность. Возьмите ее, изучите ее и вдохните в себя, и затем уже вернитесь, став сильнее, благороднее и всецело осознав свою нужду в нем. Возвращайтесь, видя свою ничтожность и его величие. Знаете, что видение такой реальности откроет вам глаза на многое. В действительности обманутым является тот, кто видит лишь себя, но не видит своего Творца. Лишенным является тот, кто никогда по-настоящему не почувствовал в себе отчаянную нужду во Всевышнем. Он, надеющийся лишь на себя, забывает, что абсолютно все существующее, включая его собственную душу, является творением Всевышнего. Обратитесь к Господу, чтобы вернуться назад, так как если Он пожелает, то восстановит вашу лодку. Сердце, которое вам казалось испорченным, будет исправлено. Разрушенное снова станет целым, и знайте, что только Он способен на это. Обратитесь к Нему, а когда Он спасет вас, умоляйте о прощении за грехи. Раскайтесь в них, но ни за что не отчаивайтесь. Ибн-Каим говорит, Сатана обрадовался, когда Адам, али-иссалям, был выведен из рая. Но Он не знал, что когда ныряльщик погружается в море, то он собирает жемчужины и поднимается вверх. Есть невероятно сильная и удивительная вещь, касаемо покаяния и возвращения к Аллаху. Сказано, что это является полировкой сердца. Удивительно то, что полировка, ведь это не только очищение. Помимо очищения, полировка придает еще и блеск и красоту. Если вы обратитесь ко Всевышнему, попросите у Него прощения и сосредоточите свою жизнь и сердце на Нем, у вас есть возможность стать настолько богаче, словно вы никогда и не падали на дно. Иногда падение и возвращение вверх придают мудрость и человечность, которые бы вы не смогли приобрести никак по-другому. Пророк дал определение истинному богатству. Он сказал, что истинное богатство – это не владение большим имуществом. Наоборот, истинное богатство – это богатство души. Но как нам почувствовать в своих сердцах это истинное богатство? Как нам избежать постоянной атаки со всех сторон, призывающие поклоняться другим вещам, призывающие сделать свои страсти идолами и любить их, хотя нам следует любить лишь только одного Аллаха? Как нам избежать истинной бедности, позволяя всему подряд проникать в свои сердца? Как нам избежать нищеты, делая себя рабами других божеств наряду с Аллахом? Аллах предупреждает нас в Коране, говоря Субтитры создавал DimaTorzok Есть среди людей те, которые берут себе в божества других помимо Аллаха. Они любят их, хотя им следует любить Аллаха. Но те, кто уверовал, переполнены в своей любви к Аллаху. Чтобы избежать истинной бедности, нам необходимо быть переполненными в своей любви к Аллаху. Ваша самая сильная любовь должна быть ради Всевышнего. Но вы не можете любить того, кого не знаете. Нам нужно знать его. Вы не знаете того, с кем никогда не разговаривали. Говорите с ним. Просите его. И вы не можете любить того, кого вы не поминаете. Поминайте его часто. И это призыв для всех тех, кто стали рабами собственного эго и заключили себя в темницу своего навса и желаний. Это призыв для всех, кем овладел океан мирской жизни. Для тех, кто утонули в его глубине и стали жертвами его разрушительных волн. Поднимитесь ввысь в реальный мир над темницей океана. Поднимитесь к своей свободе. Поднимитесь и вернитесь к жизни. Оставьте погибель своей души позади себя. Ваше сердце все еще может жить и быть сильнее и чище, чем оно было когда-либо до этого. Помните, что полировка покаяния преобразует и делает сердце даже более прекрасным, чем оно было ранее. Скиньте вуаль, сотканную из ваших грехов. Удалите эту преграду между собой и жизнью, между собой и свободой, между собой и светом, между собой и Всевышним. Скиньте завесу и поднимитесь. Вернитесь, пока не поздно. Потому что Аллах говорит... Вернитесь Господу вашему и покоритесь Ему. Пока не пришло к вам наказание. Тогда вам уже не будет помощи. Братья и сестры, надвигается шторм. Ищите убежище только там, где оно может быть. Ищите прибежище у Аллаха. Мы с вами знаем, в какой день мы родились. Но никто из нас не знает, в какой день умрет. И многие люди думают, что мы можем жить так, как пожелаем. И в самом конце жизни просто сказать, нет Бога, кроме Аллаха. Но в момент смерти язык не способен выговаривать ничего, кроме того, что исходит от сердца. Что на сердце, то и будет на языке. Пустое сердце не изольет ничего, кроме любви к мирской жизни в тот день. Если наше сердце было свободно от Аллаха на протяжении всей нашей жизни, как же оно может быть заполненным Аллахом в момент нашей смерти? Если наше сердце наполнено любовью к мирской жизни, к положению, к имуществу, к сотворенному больше, чем Творцу, все это и будет исходить из сердца. Если сердце было полно зла, зависти, ненависти, это и будет исходить. Но если же сердце было полно любви к Аллаху, то она и будет исходить из сердца. Если на протяжении своей жизни вы повторяли, нет Бога, кроме Аллаха, что поистине нет убежища, нет приюта, нет божества достойного поклонения, кроме Него, вот тогда и только тогда вашему языку будет дано разрешение сказать, «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok